В нашем курсе мы посадим функциональными требованиями для того, чтобы понимать, как работает продолжность для нашего заказчика. Зачем нам работать с чем-то еще? Давайте обратим внимание на автомобиль. Если удовлетворяет ли функциональный требование, тем не менее, пользователи не удовлетворены, как эти функции выполняют. Когда пользователи неудового продукта, происходит следующее. В зависимости от степени потребителей, могут быть потребители листами, либо они активно мешают нашим продуктам, для каждой удобной возможностью. Давайте для начала посмотрим, что именно может захотеть злоумышленник сделать, то есть рассмотрим ситуацию с точки зрения злоумышленника, что может злоумышленник захотеть сделать на нашей целевой системе, точнее на той системе, которая нас компрометировала. У злоумышленников обычно есть ряд таких паттернов, работы, по которым они следуют, и которые зависят от того, что они, собственно говоря, хотят от нашей целевой системы. Обычно стараются получить более-менее нормальный доступ на выполнение, то есть если была уязвимость, посредством которой он получил возможность выполнять команды на сервере, какая-то косвенная, например, заставить кого-нибудь выполнить какой-нибудь код, если включается социальная инженерия, или раз в день по крону запускается какой-то процесс, который берет данные, подготовленные злоумышленником, затем взрывается и выполняет код злоумышленника, то для хакера не очень удобно постоянно ждать этого события, и надо сделать так, чтобы можно было управлять системой в реальном масштабе времени. А второе – это изучение тех данных, которые хранятся на сервере, на наших целевых системах. Иногда на этом работа и заканчивается, поскольку данные доступны, злоумышленник получил доступ к базе данных, взял все необходимые данные и ушел. Все окей. Затем данные перехват. Если сейчас каких-то данных на системе нет, то в будущем они вполне могут появиться. Пример – заход системного администратора на сервер. Если мы подождем, мы получили доступ на один сервер, у компании еще есть десятка серверов, но у нас нет логина и пароля системного администратора. Мы сидим, ждем события захода системного администратора на сервер, логируем его пароль и используем его для компрометации других систем. И, наконец, организация перманентного доступа. Это такой скрытый тайный канал управления сервером с компрометированной системой для того, чтобы иметь возможность в будущем вернуться на эту систему. Данные после компрометации системы злоумышленник может получать из разных источников. Из основных источников можно отметить следующее. Во-первых, это конфигурация, как системная конфигурация, так и конфигурация того, как приложение, которое злоумышленник анализировал и успешно анализировал Blackbox, но там наверняка есть какие-нибудь еще уязвимости. Исходные коды этого приложения и исходные коды вообще всех приложений, которые крутятся в рассматриваемом масштабе. Доступы к окружению. У нас есть доступы к окружению, у нас есть доступы хотя бы какого-то уровня. Мы попали внутрь сети, внутрь доверенной сети этой компании. Соответственно, мы находимся рядом с другими серверами, мы можем посмотреть, что на них крутится уже с более доверенной сети. И возможность компрометировать их посредством эксплуатации того факта, что мы находимся внутри доверенной сети. И, наконец, базы данных, всевозможные базы данных. Здесь я имею в виду, под ДБ я подразумеваю не только базы данных, как SQL, но и базы данных пользователей, базы данных аутентификационной информации и и так далее. Первое, с чем сталкивается злоумышленник, скомпрометировать систему, это конфигурация веб-аппликейшн. Это первое, к чему он имеет доступ. Конфигурация той системы, через которую он проник в систему. На что здесь стоит обращать внимание? Во-первых, наличие в исходных кодах логиновых паролей для доступа в базу данных, поскольку у нас в нашем веб-приложении, если оно имеет доступ в базу данных, оно должно откуда-то брать эти самые логины и пароли. Соответственно, они, скорее всего, лежат там. Во-вторых, настройки пользователей, настройки, возможно, какая-то логика работы этой системы, обусловленная настройками и так далее. Второе, на что стоит обратить внимание, это настройки веб-сервера. То есть, в случае с веб-сервером Apache, это HTTP, CONF и локальные настройки, которые делают овлайт глобальных настроек для конкретной директории. Делается это чаще всего посредством файла .htxs, который кладется в некую директорию, и в этом файле прописываются директивы настроек, отличные от глобальных настроек. То есть, мы можем... Это часто используется для того, чтобы изменить поведение веб-сервера в зависимости от запрашиваемой директории. Например, у нас есть на сервере directory slash images, где хранятся статичные картинки. С них можно вообще с помощью .htxs снять любые хендли обработки, то есть отдавать просто как статику. Либо же есть и директория slash admin, которую мы хотим защитить авторизацией. Мы можем посредством .htxs добавить туда авторизацию, указать файл, в котором хранятся пароли, и у нас будет срабатывать авторизация при попытке захода в эту директорию. Касательно пароли, здесь еще один файл настройки, который может быть. Это файл, в котором содержатся эти логины пароли в случае реализации авторизации через механизм HTTP-запроса. Обычно его кладут где-нибудь вне, необычно, это нормальная практика, что его нужно класть вне доступной по HTTP-директории, где-нибудь повыше или в какую-нибудь совершенно другую директорию. Но в конфиге, если вы получили доступ к конфигам, в конфиге обязательно указан полный путь к этому файлу. Логины и пароли туда заносятся посредством утилиты .htxs, которая идет вместе с Apache. Вы, в свою очередь, можете взять этот файлик и натравить какой-нибудь подбор для этого файла, то есть попытаться подобрать пароль к этому файлу. Итак, давайте посмотрим, каким образом можно осуществить подбор пароля и превратить хэш в обычный клейер-текст пароль. Мы воспользуемся Kali Linux. В составе этого дистрибутива есть практически все инструменты, которые нам нужны, в том числе и John Vapor, так называемый. Это, пожалуй, самый известный оффлайновый брутфорсер пароли, который есть в Linux. Он достаточно старый, достаточно старый проект, обладает массой возможностей, массой хэшей понимает и так далее. Давайте для начала создадим некую сущность, которая будет содержать наш пароль. Сделаем это мы с помощью утилиты .htxsvd, которая идет вместе с сервером Apache. Утилита .htxsvd принимает в качестве параметров файл паролей и имя пользователя, которые нужно добавить. Либо файл паролей, имя пользователя и пароль, как вы видите. Так как у нас пока нет никакого файла, мы создадим его, ключиком "-c", затем назовем passvd и добавим пользователя Alex. Пусть будет пользователь .htxsvd. Пароль у него будет .htxsvd. И еще раз. Теперь запускаем .htxvd. Вы видите запись, соответствующую пользователю Alex. Это некая строка, которая явно не похожа на пароль, который у нас выглядит вот так. Это явно не то. Мы его хотим преобразовать в открытый вид. Запускаем .htxvd. В качестве параметра John принимает файл, в котором содержатся пароли. То есть наш этот passvd. Как видите, подбор занял достаточно быстро, и альфа в открытом виде для пользователя Alex показалась достаточно быстро. Давайте добавим еще пользователя, но на этот раз возьмем пароль какой-нибудь посложнее. Питер. И пароль я вам не покажу. Но, однако, он там есть. Теперь давайте попробуем вскрыть John эту самую пароль. Начался перебор. Но, видимо, этого слова во встроенном словаре нету, поэтому пошли комбинации. Давайте попробуем добавить опцию Джону Видите, он пытается взять встроенный словарь, тот словарь, который у него есть И скомбинировать его с разными другими символами Давайте остановим этот процесс, поскольку занять может долго Не факт, что не найдет, может и найдет, но займет это приличное время И воспользуемся словарной атакой на наш файл паролей Для этого укажем опцию WordList И далее укажем словарик, в котором содержатся пароли Словарик здесь в Kali Linux лежит Let's user share dict Например, здесь user share dict words Сейчас мы посмотрим Это обычный словарик английских слов Воспользуемся им Джон Минус-минус WordList Тот пароль, который я ввел, он в словарике содержится Посмотрим Теперь Джон the Reaper будет пытаться Вот, все Видите, получилось В случае указания словарика Джон the Reaper будет брать каждое вхождение в этом словаре Считать хэш по требуемому алгоритму и сравнить То есть, будет не строить комбинации, а будет брать уже готовые слова Как видите, мы достаточно быстро восстановили наш пароль Вот мой пароль пользователю Питер Теперь давайте посмотрим, что может злоумышленник взять с окружением Напомню условия эксперимента Мы находимся на каком-то сервере, рядом с которым находятся какие-то другие системы Для начала мы можем посмотреть с помощью команды nestat Вот в такой форме nestat-anp, grep-established, либо nestat-an Если мы рутон там все-таки не стали, то флажок P нам будет недоступен Смотрим все установленные соединения Обращаем внимание при этом на соединения, которые установлены на соседние хосты Не с клиентами, там будет полно соединений в случае с веб-системой Там будет полно соединений на 80-й порт на локальную машину со всего мира А смотрим соединения, которые находятся на соседних машинах Плюс к этому берем сетку, берем nmap и смотрим все открытые порты рядом с нами Получаем некоторое количество сервисов, которые крутятся рядом И позволяют нам сделать разные веселые вещи с соседними серверами Из таких серверов хотелось бы отметить следующее Во-первых, FTP FTP, в принципе, всем понятно, что такое File Transfer Protocol Если он где-то открыт, можно попытаться туда зайти Найти локальное кредевшиво на скомпрометированной машине И попасть в соседний сервер Затем HTTP Если какой-то интерфейс открыт на соседней машине Но закрыт с мира, значит там что-то интересное И в первую очередь стоит на него все-таки взглянуть Из интересных вещей также может быть NFC Network File System Использовать ее, если в случае с FTP И HTTP, как использовать, как что-то делать Понятно, то с NFC на этом слайде представлен шаблон действий Как мы можем что-то делать Во-первых, команда showmount-e Далее IP-адрес или домен нашей цели Показывает те ресурсы, которые можно экспортировать оттуда Export же делается следующим образом Мы используем команду mount для того, чтобы удаленный ресурс Ресурс здесь подразумевается в директории под ресурсом Удаленная директория была примаунчена к локальной файловой системе К той файловой системе, на которой вы находитесь Команда mount-onolog-tnfs Мы указываем, что тип nfs Затем указывается удаленный ресурс в таком виде Наша цель, IP или домен, двоеточие и путь Путь это то, что один из всех ресурсов Который выдался после выполнения этой команды Пробел и затем локально существующая директория Куда все это дело замопить После выполнения этой команды Вы сможете использовать удаленную файловую систему Как часть локальной Далее, что вы там хотите сделать Чтобы проникнуть на удаленную систему Это уже целиком up to you Например, часто встречается такая ситуация Что доступны для экспорта Директории, которые доступны через web Если это доступно через web Вы можете замаунтить локально Положить туда скрипт, который выполняет ваш код Зайти через web и выполнить этот код Таким образом вы получаете доступ на выполнение На удаленную систему R-Sync Почему-то недооцененный такой механизм И почему-то ставит в тупик R-Sync, по сути дела, сделан для того, чтобы Синхронизировать значение директорий Удаленной и локальной машины В качестве клиента Его можно сравнить с CP Это, по сути дела, тот же самый CP Вызов команды R-Sync С параметром R-Sync 2.2.слэша Затем имя вашей цели Имя или IP вашей цели Слэш Выдаст вам список ресурсов Которые можно Которым можно получить доступ Затем вы указываете Следующую команду R-Sync Удаленная директория R-Sync 2.слэш Удаленная директория Точнее, сначала target Затем path К ресурсу Имя какого-нибудь файла АТ-КСТ И куда его положить локально Точка слэш положит в текущую директорию Чтобы закинуть какой-нибудь файл На удаленную систему Вам нужно просто поменять параметры То есть, в качестве локального файла Первым параметром Удаленный файл Вторым параметром Тоже с Re-Handler R-Sync То есть, R-Sync По сути дела, это CP Тот же самый CP Только можно копировать удаленно Следующее, что вы можете встретить Это Некое количество Windows и RAW рядом Либо же Unix сервера С поднятым Samba сервером Это тоже ставит в тупик людей Как общаться Из-под Linux С Windows Шерами Все довольно-таки просто Используйте команду Samba клиент С параметром С параметром Minus L И ваши цели Выдастся вам Список доступных шар Для того, чтобы С ними работать Дополнительные флажки Minus U Это для указания Указания пользователя Затем Minus V Для указания Вольгруппу Или домена Для того, чтобы получить доступ Конкретной шаре Вы используете То же самое Samba клиент В следующем В следующей нотации Две обратные черты Ваша цель Обратный слэш Имя шара Который вы хотите получить доступ Нажимаете Enter Либо добавляете Если шара ограничена По пользователю Добавляете еще флажок Minus U С именем вашего пользователя Нажимаете Enter И далее вы попадаете В FTP-like интерфейс Который позволяет вам Таким же образом Смотреть Делать листинг Удаленной директории Скачивать удаленные файлы Запихивать удаленные файлы В удаленную директорию Что-нибудь С локальной файлой системы И так далее И тому подобное То есть Ничего сложного В этом принципе нет На этом слайде Представлено Только несколько примеров Таких систем Которые позволяют Осуществить передачу данных Между хостами Внутри локальной сети Ну на самом деле Примеров их Много-много массов Всяких разных К чему Я это веду Если вы столкнетесь С неизвестным Не бойтесь этого неизвестного Иногда достаточно Потратить 5 минут В гугле Чтобы понять Что это за сервис Как его едят И как его приготовить И как вам Можно его использовать Давайте теперь рассмотрим Какие методы Есть узломышленника Для организации Перманентного доступа На целевую систему Есть масса способов Как это сделать В максимальном Незаметном Все они Отличаются По степени Вовлеченности Злоумышленника В целевую систему В степени Тех полномочий Которые он На целевой системе Получил В некоторых случаях Он может Делать Какие-то Системные Глобальные Системные настройки В некоторых случаях У него таких прав нет И он ограничен Только веб-директории Из-за этого Различаются Те способы Которыми он может действовать Самое простое Это Аутентификационные данные Мы Видим Каким образом Осуществляется Аутентификация На целевой системе Посредством разных сервисов Начиная от ТССР Заканчивая Веб-проектом Мы добавляем Своего пользователя Желательно Как-нибудь Сделать Тише Воды Ниже травы Чтобы Был похож На какого-то Системного пользователя Либо же Находим Того пользователя Которым Никто не заходит И модифицируем Его данные Себе в пользу То есть Заносим Известный нам Пароль Для этого пользователя И затем Используем его Следующее Это Бинарные Бэкдоры Которые мы Закидываем на систему И организуем И организуем Периодическое Выполнение Это Можно Сделать Либо Через Крон С Периодическим Запуском Этого Бинарника Либо Пропатчив Какой-нибудь Бинарник Например ЛС В этом Случае Ваш канал Разрывается Кто-то Находит Что вы Используете Ресурсы Компании Рвется Канал В следующий Раз Кто-то Заходит Системный Администрат Запускает Команду ЛС Ваш канал Опять Восстановлен Самый Жесткий Вариант Это Организация Системного Бэкдора На уровне Ядра Операционной Системы Это Когда Патчится Ядро Вставляют В свои Модули В этом Случае Эти Случаи Очень Сложны Для детектирования Поскольку Можно Сделать Таким образом Человек Злоумышленный Зашедший На вашу Систему Не палит Ни свои Сетевые Интерфейсы То есть Сетевого Соединения Не видно Не видно Тех файлов С которыми Он работает Не видно Того Каталога Рабочего В котором Он Работает Не видно Процесс Которые Вызваны Его Действиями И так Далее Подобное То есть Для системы Для системных Утилит Он не Виден И Системные Администраторы Которые Заходят На целевую Систему Могут Сидеть Рядом Он Может Тоже Сидеть Рядом Что Делать Но Они Этого Ничего Не Видят И Наконец Веб Блокдор Который Можно Организовать Тысячу Разными Способами Если У вас Нет Общесистемных Настройок Если У вас Нет Доступа К Общесистемным Настройкам Так Часто Бывает Если Вы Проникли Через Веб Систему Вы Получили Право Того Пользователя Из Которого Крутится Веб Сервер Повысить Привилегии Не Получилось Вы Остались В Рамках Этих Прав В Случа Вы Можете Организовать Своеобразный Веб Бэкдор Закинуть Какой-то Свой Метод Создать Свой Метод На Целевом Веб Сервере Сделать Какой-нибудь Тайный Вход В Существующем Методе Какой-нибудь Тайный Параметр Главное Сделать Так Чтобы Как можно Дольше Оставаться В тени Как можно Дольше Его Не Заметили Давайте Рассмотрим Такой Пример Организации Бэкдора Посредством Аутентификационных Данных На Примере Саш Севера Саш Север Использует Для Аутентификации На нем Помимо Пароля Так называемую Схему С публичным Приватным Ключом Со Своей Стороны На Своей Машине С которой Вы Хотите Ходить Без Пароля На Какой-то Север Вы Генерите С помощью Утилиты Саш Киген Ключик Точнее Пару Ключей Приватный Публичный Ваш Приватный Ключ Кладется В вашу Директорию Home User Ваш User .SSH ID DSA Или ID RSA В зависимости От того Который Вы Выберете Публичный Ключ Кладется Тоже Самый Только ID DSA .Pub Публичный Ключ Будет С Решением Публичный Ключ Вы Берете Закидываете На удаленный Сервер На который Ходить Ходить Без Пароля Добавляете В Файл Который Находится В вашем Домашнем Каталоге .SSH Slash Authorized Case Authorized Подчеркивание Case В этом Файле Содержатся Все Авторизованные Ключи Которые Можно Использовать Парные Публичные Авторизованные Ключи Парные Приватным Ключам Которые Находятся На Ваших Рабочих Станциях Которые Можно Использовать Для Аутентификации На этом СНС Севере Соответственно Во-первых Злоумышленник Может Создать Себе Ключ Пару Публичный Приватный Закинуть Закинуть Какому-нибудь Пользователю И В случае Довольно Активной Работы В рамках Этой Организации В файле Authorized Case Будет Масса Других Ключей И Ревью Их делают Очень редко Проверяют Соответствие Известное Что-то Или Неизвестное Закинув Свой Ключ В этот Файл Злоумышленник В дальнейшем Может Получить Возможность Вполне Безнаказанно Заходить Даже если Изменится Пароль Основного Пользователя Плюс К этому Есть еще Один Сторонний Канал По которому Можно Производить Распространение По окружающим Серверам Если вы Попали На какую-то Систему И получили Доступ К Приватному Ключу Какого-нибудь Пользователя Вы можете Использовать Команду SH Ключик Минус Ай Затем Его Приватный Ключ Для того Чтобы попасть На цель Авторизировавшись Под этим Пользователем То есть Вы На практике Это выглядит Так Вы попадаете На некий Сервер Вы получаете Доступ Видите Что получили Доступ К приватному Ключу Какого-то Пользователя Вы берете Этот ключ Смотрите Все Сверя Которые Находятся Рядом И пытаетесь Под этим Пользователем С этим Ключом Зайти На все Сверя Вероятность Того Что На какой-то Таки Допустите С этим Ключом Весьма Весьма Велика А если Вы перед Этим Посмотрите В Хистори Захода В Этого Пользователя Так Как Вы Получили Доступ Ключу Значит У вас Есть Доступ К История История Его Команд И Увидите Там Команда SSH И Далее Какой Ни Сервер То Вы Туда На этот Сервер Гарантированно Можете Попасть Теперь Давайте Обсудим Такую Тему Как Организация Канал Управления Когда У Злоумышленника Есть Какая Уязвимость Которую Нашел На Своей Системе Через Которую Можно Выполнить Код Каждый Раз Выполнять Эту Уязвимость Каждый Раз Создавать Действия Для Выполнения Этой Уязвимости Как Сложновато Поэтому Стремятся Обычно Либо Организовать Постоянный Канал По которому Можно Что-то Делать Либо Сделать Выполнение Этих Необходимых Действий Наименее Рутинным Способом То есть Чтобы Все Было На Автомате Для Пользователя Предоставляется Только Командный Интерфейс Для Того Чтобы Ввести Команду Получить Результат Один Из Таких Примеров Представлен На Данном Слайде У нас Есть Наша Некая Цель Таргет Где Мы Нашли Параметр Волн Уязвимый Для Command Injection Мы В качестве Значения Для Которая Затем Выполняется На сервере Результат Нам Отдается В этом Случае Мы Можем Организовать Такой Бесконечный Цикл Читаем С Std Команду Далее С помощью Вегета С выводом На Std Дергаем Урл С Нашей Командой И Завершаем Цикл В этом Случае У Аналитика Будет Такая Своего рода Консоль Где он Вводит Команду Вводит ЛС Нажимает Дендер Получает Результат ЛС Ему Не надо Каждый раз Самому Вручную Констурируй Вегет Это Случай Простой Но Могут Быть Более Сложные Случаи Когда Данные Передаются Через Пост Когда Данные Кодируются Перед Тем Как Быть Переданными И так Далее Все Это Тоже Можно Продолжение следует